И снова здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об альбоме, которого я реально ждал с момента выхода предыдущего релиза этой банды. Думалось мне всё. Они распались, скурвились и забылись. Новой музыки не будет, дескать, так сказать, бонвояша, дите нахуй. Но нет, начали выходить синглы, которые обещали, ну, вполне себе неплохое продолжение музыкальной карьеры банды, а вот на днях мы получили полноформатный альбом. Прослушав его, всё-таки думаю, что ребятам стоило бы, ну, ещё немного поработать над материалом. И сейчас расскажу почему. Black Will Brides. Американская метальная банда, которую в своё время очень и очень многие критики и слушатели ассоциировали с культурой Эмма. Поскольку музыка этих ребят звучала как, ну, как и Маккор, вот прям классический. По учебнику всё было, прям вот исполнено в рамках Эмма-Кора. Тем не менее, со временем группа всегда показывала развитие в плане музыки. Из альбома в альбом ребята переходили от Эмма-Кора к мелодик Метал-Кору, вот, например, в дебютнике We Stitch This Wounds. Потом и в мелодик Метал-Кор с примесью глэм-метала в альбоме Set the World on Fire, который я считаю до сих пор лучшим альбомом банды. По той простой причине, что они действительно в этом альбоме накопали выигрышную комбинацию из этих двух поджанров металла, на которой могли бы и дальше строить себе имя и карьеру, соответственно. В конце концов, не так много бандс могли совместить подобное, на самом деле. Но нет. В альбоме 2013-го, Ratchet & Divine, ребята больше упали в вальд и хэви-метал. Про одноименный альбом 2014-го мне сказать нечего на самом деле, поскольку после прослушивания пары синглов с него я решил переосмыслить половину своих жизненных решений. И вот он, пятый по счету альбом, ребят, под названием Whale, то есть Юдоль, Юдоль, я не знаю, как это правильно произносится, поэтический архаизм, означающий долину. Зачастую это слово используется для обозначения различных долин павших, долин испытаний и прочей билиберды, которую можно найти в художественной литературе всех времен и народов. Так вот, очевидно, герой на блоге, терзаемый гарпиями, находится вот в той самой долине. По смысловому наполнению стоит отметить, что этот релиз служит некоторым фоллоуапом для альбома Ratchet & Divine. То есть, после повстанческих событий в этом альбоме описываются его последствия для участников и лидеров. Полное отчаяние, утрат, но тем не менее, все еще полное желание бороться, сплотиться и противостоять. Тем не менее, опять же, это я как обычно притягиваю за уши весь этот посыл, поскольку некоторые вот искры этого контекста были все-таки замечены в отдельных треках. Если говорить откровенно, то альбом Ratchet & Divine имел тот самый сюжет и атмосферу, включение нескольких интерлюдий и составление правильной структуры трек-листа. Все это делало альбом реально толковым вот мюзиклом даже. Здесь же я очень сомневаюсь, что мне такое удастся найти даже через следующий десяток прослушиваний. Музыкально имеем, опять же, кастрированную версию альбома Ratchet & Divine. По факту пропала техничность и скорость. Учитывая тот факт, что BVB особой тяжестью звука никогда не славились, используя вот относительно высокие гитарные строи. Их попытки наваливать гитарные грубы в треках The Last One, When They Call My Name и прочие звучат довольно скудно, имея вот намного больше общего со старым хэви металом, причем третьего сорта, ребят. Больше того, попытки брейкдауна в треке Throw The First Stone вызывают откровенную зевоту и мысли по типу, когда все это уже закончится. Гитарные соляки реально в мусорку. Тупо все в альбоме. Ведь состоят они из, по факту, трех нот, которые чередуются в одном и том же паттерне. То есть, ни техники, ни мелодики, никакого, ну что ли, новшества. Вокально все ок, вот ок, без изысков, но вокал Энди выполняет свою работу. Ложится нормально и не вызывает каких-то нареканий. Каких-то восторгов он тоже не собирает, за исключением треков Wake Up, Our Destiny и The Outsider. Больше того, куплеты звучат абсолютно идентично. Разнообразие. Плюс. Постоянное включение вокальных вставок, которые делают припевы якобы большими и помпезными, только их попсят. Чего опять же не было в прошлых релизах. То есть, музыкальный альбом выглядит как компоновка музыкальных фрагментов, которые работают хорошо друг с другом, но в результате лепки ничего собой не представляют особенного и выдающегося. Как если бы конструктор из одних и тех же деталей собирался, вот как-то так. Текст? Эээ, ну он тут есть. Веет откровенным пафосом, юношеским максимализмом, подростком с олипсизмом и так далее. Тексты, описывающие личные переживания, вот, эээм, к сожалению, не пробирают ни на секунду. А все почему? Потому что, первое, отсутствует нужная атмосфера и фундамент для всего этого. Я к тому, что предыдущие альбомы содержали такой же, на самом деле, глуповатый и пафосный текст, но вокальные линии и инструментал поддерживали все это на нужном уровне. Второе, опять же, инструментал и вокал, как таковые, не тянут одеяло на себя и отходят на третий план. Начинаешь фокусироваться поэтому на тексте, который кроме месседжа сплотиться и противостоять, ничего не несет. Когда уже слушаешь по которому разу одно и то же, начинаешь, откровенно говоря, скучать. В общем, я не думаю, что фанаты будут довольны и что новые слушатели будут увлечены этим альбомом от начала и до конца. Это все еще лучше, чем одноименный релиз из 2014-го, но все еще хуже альбома Ratchet & Divine и в разы слабее Set the World in Fire. За 3-4 толковых трека и остальной ворох слабых и проходных тем, все-таки 3 из 5. Лучше послушайте предыдущие альбомы. Вот их бы я рекомендовал, да. На этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы этот альбом или нет, понравился вам альбом или нет и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, страничку в твиттере и в инстаграме, ссылки которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо, всем пока!